Карьера Стивена Джерарда максимально противоречива. С одной стороны, он выиграл Лигу Чемпионов в 25 лет и стал легендой своего клуба. С другой стороны, персонажи типа Робина Ван Перси спрашивали у Стиви Джи, а где твоя медаль АПЛ? И капитану Ливерпуля было нечего ответить. Более того, он жутко страдал и страдает до сих пор. Для погружения в контекст давайте вспомним сезон 12-13. Ливерпуль вышел в плей-офф Лиги Европы, но тут же отлетел от Зенита. Причем это воспринималось так. Амбициозная команда из Петербурга прошла середняка АПЛ. Но в самом деле, седьмое место в Премьер-лиге. 12 очков отставания от Лиги Чемпионской четверки. Куда это годится? Логично, что на следующий сезон в Ливерпуле поставили задачу все-таки попасть в ТОП-4. И эта цель смотрелась максимально адекватно и даже приземленно. Ман Юнайтед, ну это чемпион, он будет двигаться хотя бы по инерции. Манчестер Сити там горы денег, это тоже претендент на золото. В Челси вернулся Жозе Мауринью. Так что ТОП-4 это уже замечательно. И давайте смотреть на трансферный рынок. Ман Сити вложил 115 миллионов евро летом 2013 года. Челси потратил 130 миллионов евро тем же летом. А сколько же спустил Ливерпуль? Всего лишь 50 миллионов евро. Причем кого взяли? Ну вот Симоне Минюле, да, это более-менее полезно. Мамаду Сако, он еще отдаст исторический пас, о котором мы обязательно сегодня поговорим. Но кроме них, Яга Аспас, Луис Альберто, Виктор Мозес. И на троих эти ребята забили один мяч в АПЛ 13-14. Но самое главное трансферное достижение Ливерпуля перед тем сезоном звучит слегка абсурдно. Клуб смог удержать Луиса Суареса. За Луисом охотился Арсенал, предлагал 40 миллионов и один фунт. И Луис даже начал сомневаться. Он бойкотировал тренировки, он давал такие достаточно скандальные интервью. Он говорил, Ливерпуль, пустите меня, пожалуйста. Но что сделали в клубе? Грамотно отправили общаться с Суаресом капитана Стивена Джерда. И Джерд сказал, Луис, пожалуйста, один год еще понапрягайся, и к тебе придут Барселона, Реал, Бавария, а не какой-нибудь смешной Арсенал. И Луис согласился. При этом Суарес пропускал старт сезона из-за дисквалификации, которую ему влепили после укуса Бронислава Ивановича. Луис пропустил 5 стартовых туров, и тогда лютейше страховал, и самое главное, забивал Дани Старич. Очень недооцененный персонаж, давайте влепим ему лайк. В итоге, к своему возвращению, Суарес застал такую картину. Ливерпуль неплохо стартовал, шел пятым в лиге, и было полное ощущение, что сейчас катапультируются. И действительно катапультировались, потому что после камбэка Суареса и до конца сезона Ливерпуль в среднем забивал 2,9 гола за матч. Проще говоря, почти 3 гола за игру, и я помню, Норвич 5-1, просто казнь, Вестхэм 4-1, не почуяли, Тоттенхэм, Боаша смяли в гостях просто в труху 5-0. Ливерпуль создавал ощущение ненасытности, то есть вот наконец-то они голодали-голодали без этого титула, и вот они его возьмут. К Рождеству Ливерпуль шел первым, стал зимним чемпионом АПЛ, а потом затормозил, пробуксовал, потому что проиграл два матча, Сити и Челси. Оба по 1-2, с Челси там вопросов минимум, а вот Сити игра получилась скандальной из-за того, что при счете 0-0 у Рахима Стерлинга зафиксировали офсайт, которого не было даже близко. Вот скриншот у вас на экране, сейчас это был бы грандиознейший скандал, потому что у нас эпоха вар, тогда вара не было, и ну просто судьи накосячили, бывает. К слову, судья, работавший на матче Сити и Ливерпуля, Ли Мэйсон, а он из Болтона, а Болтон входит в состав Большого Манчестера, и Брэндон Роджерс потом возмущался, говорил, что это немыслимо. Почему Мэйсон, который сам из Манчестера, вот такие игры судит, как же так, это же несправедливо? Естественно, никаких последствий не было. Короче, до начала февраля Ливерпуль слегка штормил, были необязательные ничейки, но потом Ливерпуль прикончил Арсенал 5-1, и Артета скулил, что с ним никогда в карьере такого не происходило, что он просто хотел сдаться, убежать по трибунное помещение, что он ощущал себя тотально беспомощным. Зато Ливерпуль после того матча сам уверовал в титул. Но лично для меня культовым моментом стал визит Ливерпуля на Олд Траффорд в середине марта, МЮ, который еще недавно брал золото, был просто командой из другой лиги на фоне того Ливерпуля, и по желанию, и по самоотдаче, и по какой-то тактической подготовке просто несостоятельными оказались красные дьяволы. 3-0, дубль Стивена Джерда, причем оба мяча забил с пенальти, третий пенальти не реализовал, но в целом в том сезоне Стивен Джерд нормально так тащил, он стал третьим бомбардиром команды после Стариджа и Суареса, но вся драма была впереди. Итак, у Ливерпуля набралось 11 побед ВПЛ подряд, но самое главное, что матчи превращались в шоу. Было такое приятное нагнетание, ты всю неделю ждешь игру Ливерпуля, ты знаешь, что там гарантированно будет какой-то спектакль, возникавший периодически вообще из ничего. Например, матч против Cardiff City, ну что там может быть, а там у нас, например, 6-3, ты видишь кучу голов, ты видишь такие стремительные атаки, ты видишь удары издали, и это было невероятно кайфово. А еще всплыли олдовые болельщики Ливерпуля, причем и в Британии, и в Европе, и в России, и они давали такие интервью в духе «мы ждали, мы долго ждали, в это с трудом верится, но кажется мы дождались». А теперь просто зафиксируем, в том сезоне АПЛ у Ливерпуля набралось 6 поражений, 5 из них в первом круге, одно во втором, и именно это поражение стало решающим. Конец апреля 2014 года, Ливерпуль принимает Челси, и в какой же форме Ливерпуль подходил в той игре? Да в шикарной, причем и психологически, и физически, потому что у Ливерпуля не было Еврокубков, они отдыхали всю неделю, вернее как отдыхали, восстанавливались, прорабатывали противника, подбадривали друг друга. И вот, например, сыграли Сити, это матч перед Челси. Повели 2-0 довольно быстро, Сити сравнял, но за 15 минут до конца Каутиньо прикончил Ман-Сити, и после того матча Стивен Джерард собрал партнеров в кружок и сказал, «Да, мы сделали это, мы не можем упустить титул, мы не можем облажаться». Кстати, в 2017 году Стиви Джи вспоминал тот спич и сказал, «Если бы я мог вернуться назад, я бы не делал этого, нужно было вести себя спокойнее, я должен был понимать, с кем еще нам предстоит сыграть». И это такой намек, вот еще это Челси. А теперь все-таки вернемся в весну 2014 года и зафиксируем, что у матча Сити были и позитивные последствия, потому что эмоциональный буст получился колоссальным, и негативные. В самом конце игры Хендерсон зачем-то крайне грубо обошелся с Насри, получил красную карточку, дисквалификацию, и заменить Хендерсона толком было неким, потому что Ален, Лукас Леева, это все-таки игроки другого формата, может быть даже другого уровня, и Роджерс уже понимал, что ему будет без Хендерсона очень тяжело. Теперь давайте обсудим положение Ливерпуля перед дуэлью с Челси. Ливерпуля переживал Сити на 6 очков, но у Сити был матч в запасе. Разница тоже была лучше у Сити. Но самое важное, что Ливерпуль устраивала ничья в домашней встрече с Челси. Жаль, что играть на ничью Ливерпуль уже не умел. Вот, например, как вспоминал те ничейные амбиции Брэндон Роджерс. Он говорил, «Мы выиграли 11 матчей в ряд. Мы всегда резко начинали матчи и вели атакующую игру. Благодаря этому футболу мы и взобрались так высоко. Играть иначе мы просто не могли, поэтому ничего не меняли. У меня нет никаких сожалений по этому поводу». И Роджерса на самом деле можно понять. Все идет как по накатанной. Ливерпуль едет к титулу. Ливерпуль колоссальнейший фаворит против Челси. Почему? Да потому что Ливерпуль, как я уже сказал, отдыхал. Челси на той же неделе провел интенсивнейший полуфинал Лиги Чемпионов против Атлетика Мадрид. 0-0 и, естественно, там все устали. Сам Жозе Мауриньо схватил желудочную инфекцию и два дня валялся в кровати. Температура ему была плохо, то есть он не мог подзаряжать свои энергии футболистов. При этом Челси потерял кучу лидеров из-за травмы дисквалификаций. В матче с Ливерпулем не могли принять участие Петер Чеха, Де Назар, Джон Терри, Оскар, Рамирос. Мауриньо был вынужден поставить в раму 41-летнего Марка Шварцера, а в защиту вышел Томаш Каллос. Человек, который просто дебютировал на таком уровне, но Мауриньо знал, как подбодрить новичка. Ну и еще немножко футбольных хитростей. Перед матчем фанаты Ливерпуля пришли к отелю Челси, запускали фейерверки, взрывали петарды. В Википедии переименовали описание отеля, там было написано место, где игроки Челси пытались поспать. Некоторые наряжались в какие-то карнавальные костюмы, то есть болельщики, например, напяливали костюмы призраков. И это была отсылка к сезону Лиги Чемпионов, когда Ливерпуль прошел Челси с таким призрачным голом Луиса Гарсии, и Мауриньо потом долго возмущался, и вот болельщики Ливерпуля хотели вызвать какие-то негативные воспоминания у особенного. И все это вот так постепенно создавало атмосферу войны. То есть легко понять, почему взбесился Жозе Мауриньо. В другой ситуации он мог бы забить на матч с Ливерпулем и сделать ставку на Лигу Чемпионов, но у Мауриньо возникло ощущение, что вся Англия хочет чемпионство Ливерпуля. И уже Жозе взыграло его мужское, он понял, что Ливерпуль надо остановить любой ценой. В чем же заключалась психологическая подготовка от особенного? Например, Томаш Калас, которого я уже упоминал. Вот он сидит в раздевалке перед матчем, дрожит. И Мауриньо спрашивает у игроков, ребята, а где вы дебютировали в большом футболе на топ-уровне? И все там отвечали, и потом Мауриньо сказал, Томаш, а прикинь, как тебе повезло, ты дебютируешь на Энфилде, ну да кайфуй, получай удовольствие и ничего абсолютно не бойся. Томаш вышел, схавал нападение Ливерпуля и потом играл, на самом деле, вот именно закрепился, на уровне чемпионшипа. Но в тот день он поймал состояние альфа благодаря Мауриньо. Если говорить о какой-то общей мотивации, то Мауриньо встал в центре раздевалки и сказал, они, имея в виду вообще всех, хотят сделать нас клоунами. И футболисты это прочувствовали. Например, Марк Шварцер говорил, мы ощущали неуважение. И потом тот самый Марк сыграл на ноль. Еще одна важная фраза Мауриньо звучала так, все готовятся говорить о Ливерпуле, а мы можем сделать так, чтобы говорили о нас. И тоже вот этот вайб был пойман игроками, и они на ничего на самом деле для них не значившую игру, все равно Челси занимал третье место с огромной вероятностью, они настроились так, как будто это для них финал Лиги Чемпионов. Ну и вы помните, что было дальше. И все-таки нюансов там полно, поэтому давайте все подробно обсудим. Друзья, в описании к этому выпуску лежат другие вечные ролики. Про непобедимый Арсенал, про Барселону Франка Райкарда, про Бейла, Суареса, Неймара, Роналдо, Роналду. В общем, вы явно найдете для себя что-то интересное. А еще подписывайтесь на канал. Знаю, что многие смотрят без подписки, но если вы нажмете на кнопочку подписаться, мне будет невероятно приятно, и я почувствую прилив энергии, чтобы записывать новые выпуски. А теперь поехали дальше. Возможно, кто-то подумает, что Мауриньо строго накачивал своих игроков и думал, что они сейчас выйдут и на злость растерзают. На самом деле, тактическая подготовка тоже получилась выдающейся. Напомню, в том сезоне Ливерпуль нафармил аж 101 гол. Больше забил только Ман-Сити, то есть атака была смертоносной, а еще Ливерпуль чаще всех в лиге забивал в первые 20 минут матчей. 24 мяча забили в этот отрезок, причем 9 из них в стартовые 5 минут. И в 4 предыдущих матчах на Энфилде Ливерпуль забивал на первой минуте, на третьей минуте, на второй минуте, на пятой минуте. И уже за Мауриньо созрел коварный план, что нужно с самого начала дичайше вязать Ливерпуль. Причем требование к игрокам звучало буквально. До перерыва я хочу увидеть как минимум 2 желтые карточки за затяжку времени. Так сказал особенный на предматчевой установке. Какими же способами лондонцы раздражали Ливерпуль? Ну, например, Марк Шварцер как разыгрывал от ворот? Очень просто. Он ставил мяч очень долго. Он прям искал точку, чтобы выбить от ворот. Параллельно Бронислав Иванович шел к боковой линии, как можно дальше от Шварцера. И тут Иванович поднимает руку и говорит «Марк, давай я выбью!» И не торопясь топает к Шварцеру. Игроки Ливерпуля смотрят на это все и не понимают, какого черта вообще творится. Каждый аут Челси занимал минимум 20 секунд, и это при условии гостевых буллбоев. Если бы Челси играл дома на Стэнфорд-Бридж, наверное, по полминуты бы уходило на один аут. Уже на третьей минуте игроки Ливерпуля начали дико беситься. И они стали жаловаться арбитру Мартину Аткинсону на затяжке времени. На четвертой минуте Суарес просто спрашивал у Аспиликуэте «Какого хрена ты тискаешь мяч перед тем, как вбросить его? Это же просто аут. Возьми и кинь. Зачем ты его так изучаешь?» Дальше, шестая минута. Жерард парамсил Жузе Мауринию. Причина та же. Челси откровенно убивал матч. Ливерпуль начал психовать. Позже и Стэвиджи, и Луис Суарес признавали, что им нельзя было вестись на провокации, но они уже не могли успокоить сами себя. Напоминаю, Ливерпуль устраивала ничья. Можно было принять такой стиль Челси и сыграть 0-0 и спокойно докатиться до титула. Но Ливерпуль, такой молодой, дерзкий, горячий, в такой солнечный, красивый день, не мог оставить болельщиков без победы, и поэтому постепенно начал суетиться. Игроки подсознательно боялись того, что мяч уходит за боковую, потому что они понимали, начнется это слоумо, и план Роджерса вообще развалился. То есть развалилась вся игра. Ливерпуль отклонился от тактики кардинально. Кстати, уже позже Стиви Сжи критиковал Роджерса. Вот что говорил капитан. «Брэндон думал, что мы способны выйти и атаковать Челси так же, как это было Сити и Норвичем. Но прежде всего нам было необходимо подготовиться к встрече лично с Мауриньо, к серийным победителям. Мы сыграли именно так, как хотел Жозе. Мы должны были думать не о победе, а о том, как не проиграть. Мы должны были быть готовыми сыграть безобразно». В общем, и у Ливерпуля в первом тайме не складывалось абсолютно ничего. И трибуны Энфилда перестали поддерживать своих и начали крыть матом и проклинать Жозе Мауриньо и Челси, и всех игроков Челси. И обстановка стала конкретно нервной. Друзья, самое время напомнить вам о моем маленьком медиа. В описании и в закрепленном комментарии лежит ссылка на мой Телеграм-канал. Там ежедневно выходят посты и колонки про футбол и не только про футбол. Там очень активная жизнь в комментариях. Там сюрприз для вас в закрепе. Поэтому подписывайтесь на мой Телеграм-канал. Я надеюсь, что вас не разочарую. Напоминаю, ссылка в описании и в закрепленном комментарии. И самый бонус, там иногда проходят розыгрыши, футболок, сувениров, футбольных книг. Так что не пропустите. Ну а сейчас внезапно вернемся к тактике. Челси по заветам Мауриньо прессинговал строго в центре поля. А оттуда, именно оттуда, обожал атаковать Ливерпуль. Ливерпуль лишился фирменной комбинации. Все зоны были перекрыты. И Марк Шварц распоминал, что Жозе Мауриньо до матча говорил, ребята, они обязательно ошибутся в трудной ситуации. Ваша задача воспользоваться этой ошибкой. Все так и произошло. Ливерпуль поднимался очень высоко, а Стивен Джерард как раз опускался, чтобы разгонять атаки. И часто он оказывался последним, вообще последним, даже ниже центральных защитников. И на последних секундах первого тайма Мамаду Сако выдал пас на Стивена Джерарда. Джерард слегка потерял концентрацию, или просто отвлекся, или просто поскользнулся. Мы не знаем, что у него было в голове, но вместе с концентрацией Стивен Джерард потерял равновесие, потерял мяч, и потерял титул для Ливерпуля. Потому что Дэм Баба, перехвативший мяч, не простил Ливерпуль. Естественно, в перерыве атмосфера в раздевалке хозяев была чудовищной, была очень мрачной. И дальше Брэндон Роджерс допустил психологическую ошибку. Вместо того, чтобы лично подбодрить Стивена Джерарда, он начал обращаться к игрокам. Причем, что он говорил? Вот Стиви Джи, вот ваш капитан, он столько всего для вас сделал, он так много раз тащил нашу команду. Пожалуйста, во втором тайме сыграйте ради Стиви Джи. А надо было просто сказать, Стиви, все, забыли. Как будто не было этой ошибки, не было первого тайма. А так Джерард сидел, его ошибку подсвечивали при всех, и он думал, я обязан выйти и реабилитироваться. Каким образом Стиви Джи пытался исправить свой косяк? Да очень простым. Он лупил издали, в основном издали, с 25 и с 30 метров, по данным опты, 8 ударов во втором тайме, как мы понимаем, ноль голов. Но самое мерзкое, что за всем этим бессилием, с бровки, со своей фирменной ухмылочкой, высокомерной ухмылочкой, наблюдал триумфатор, Жозе Мауринио. Представьте, на протяжении своей 11-матчевой победной серии Ливерпуль уступал в счете всего лишь 26 минут за все эти 11 матчей. И Ливерпуль просто разучился отыгрываться. Тем более, в таких стрессовых условиях игроки просто не знали, как им быть, что им делать с мячом. Матч закончился с отсчетом 0-2, Торрес вышел в самом конце, выкатил Виллиану, и Виллиан прикончил Ливерпуль и его титульные амбиции. После матча удовлетворенный Жозе Мауринио бодрой походкой шагал в патрибунное помещение и кричал так, чтобы слышали и зрители, и микрофон, и камер, чтобы это все тоже поймали. Он кричал, а они хотели клоунов, а они хотели клоунов. Потом спрашивали, а что за клоуны, Жозе, конкретизируйте. И он дал понять, что он не против Ливерпуля, и тем более не против Брэндона Розерса. Он против обстоятельств. Он против того, что им, например, не разрешили перенести этот матч с Ливерпулем ради полуфинала, ответного полуфинала против Атлетика. И Жозе говорил, ну если страна не заинтересована в том, чтобы мы побеждали в Лиге Чемпионов, если они непрофессионально выполняют свои обязанности, то мы свои обязанности против Ливерпуля, который вы все так любите, выполним профессионально. И, естественно, Мауринио себя поглаживал по животу. А вот реакция Брэндона Розерса была противоположной. Он утверждал, что Ливерпуль смотрел себя лучше на протяжении 70 минут, хотя на самом деле Ливерпуль там создал только один явный приявный момент. И вот прямая цитата. Выставить всех игроков у штрафной площади это не тактика. Любой может так сделать. Челси не привыкать играть в таком стиле. Это их натура. Сегодня они выставили не один автобус, а сразу два. Но кого это вообще волновало? Кого трогали эти слезки Брэндона Розерса? Уже вообще абсолютно никого. И вот мы, собственно, переходим к трагедии Стивена Джерарда. Как же сам капитан Ливерпуля перенес все, что с ним случилось? Лучше Стиви Джи об этом не расскажет никто. После матча я сел на заднее сидение автомобиля и слезы потекли из моих глаз. Прежде я не плакал много лет, но на пути домой я не мог их сдерживать. Состояние было такое, словно я потерял близкого человека. Как будто из меня вылилась вся четверть века в этом футбольном клубе. Я даже не пытался вытирать слезы с лица. Причем в трауре, конечно же, был не только Джерард, но и его семья. Вот жена Алекс говорила. Когда все случилось, я сразу поняла, что его сердце разбито. Он ни с кем не хотел говорить. Мне нечего было сказать ему. После такого утешить невозможно. Уже ничего не исправить. Дополнительная драма заключалась в том, что Стивен Джерард вообще не должен был играть в том матче. Он вышел на обезболок. Он сам признавался, что горстями глотал таблетки, что ему ставили уколы, что он постоянно страдал, но он не мог остаться либо на лавке, либо вообще вне заявки из-за того, что у Ливерпуля не было Хендерсона. Именно Джерард должен был занять место в середине поля, должен был вести партнеров за собой, и он просто физически не мог пропустить такую игру. Он пожертвовал своим здоровьем, но мы увидели, чем это закончилось. А теперь давайте разберем тот судьбоносный момент с технической точки зрения. Принимая мяч от Сако, Стиви Джи исполнил разворот на 180 градусов. Вернее, исполнял разворот. Стиви рассчитывал затратить на обработку мяча не две секунды, а одну, потому что бонусной секунды у Джерарда уже не было. И Стиви Джи принял мяч с поднятой головой. Он сканировал поле, он искал возможности для какой-то передачи, для быстрой атаки. Его это сгубило. При этом английские журналисты заметили, что вот этот маневр с разворотом у Джерарда был отработан блестяще. И в среднем за матч АПЛ он исполнял ну 50 таких разворотов. Но здесь мяч проскочил под ногой, и та самая правая нога предательски проскользила по газону. А дальше догнать Дембаба не мог уже никто, Джераду не хватило скорости, а защитники и потом все вместе наблюдали за тем, как Дембаба расстреливает Миньеле, пуская мяч ему между ног. Еще очень важно, что в момент падения Стиви Джи целых 7 игроков Ливерпуля находились на половине поля Челси, а шли последние секунды первого тайма, но Ливерпуль все равно рассчитывал, что ну будет какой-нибудь моментик, ну будет какой-нибудь шансик, что нужно плейсинговать до последнего. И это тоже помешало сдержать Дембаба. Еще одна версия, почему же упал Стиви Джи, звучит довольно прозаично. Перед игрой на разминке поскальзывались некоторые футболисты и Стиви Джи тоже поскользнулся в самом ответственном эпизоде. Ну и последнее, что я скажу по этой теме. После голода Мбаба именно Стивен Джерард поплелся к воротам, взял мяч, нес этот мяч к центру поля и на лице у Стиви Джи было написано уже абсолютно все. Он понял, что титула Ливерпулю не видать. Надо признать, что Стиви Джи правильно оценил перспективы Ливерпуля. После поражения от Челси Ливерпуль погнался за разницей. Повел 3-0 у Кристал Пелс. Дальше голы не шли. Ливерпуль раскрылся. Матч закончился 3-3. Окончательно умерли надежды на золото. Луис Суарес рыдал. Его утешали. Ну а титул уполз к Манчестер Сити. При этом неофициальным королем того сезона стал Жозе Мауринио, который дважды обыграл и Ливерпуль, и чемпионов. Но все-таки вернемся к фигуре Стивена Джерарда. В 2017 году капитан Ливерпуля говорил, На банкете в конце сезона 13-14 Брэндон Роджерс убеждал футболистов, что они еще способны достичь первого места. Но этого так и не случилось. Осенью 2015 года Роджерс лишился должности в Ливерпуле. Стивен Джерард ушел из Ливерпуля чуть раньше, в мае 2015 года. А еще Стивен Джи завершил карьеру в 2016 году. Но в сезоне 19-20, когда Ливерпуль мчался к титулу, болельщики прописали такую петицию, что Стивена Джерарда нужно обязательно включить заявку, чтобы он закрыл гештальт. Надежды на это разбил гендиректор Ливерпуля, который сказал следующее. У меня вопрос, а какого игрока надо вывести из состава ради Стивена? Замечу, что Джерард вообще является сотрудником другого клуба. Мы все любим Стивена, но включить его в заявку решительно невозможно. В итоге, Стивен Джерард так и не стал чемпионом английской премьер-лиги. Но знаете, что я вам скажу? Иногда великие драмы лишь украшают великие карьеры. На этом все. Обязательно подписывайтесь на канал. Мне будет очень приятно. Ставьте ваши лайки, потому что они поднимают ролики в рекомендациях. Меня зовут Павел Городницкий. Чао! Субтитры сделал DimaTorzok